Святая Троица Я расскажу тебе об одном таком месте. Это очередная игра. Похоже, что я живу именно в ней. В тени наверху надстройки стоят шесть сущностей-держателей той игры. Они руководят процессом и правилами игры под названием человечество через контроль над сознанием и выжигание любви и сердечности в каждом участнике процесса игры. Люди превращаются в безвольное стадо и ничего не хотят слышать. Их больше беспокоит стабильность на работе в офисе и материальные блага в виде недвижимости и дорогих игрушек. Но на самом деле все эти ценности навязаны тебе системой игры, которая только и делает, что прошивает вирусные программы в твое сознание, переворачивая абсолютно все понятия с ног на голову. И время так неумолимо продолжает ускоряться, а люди остаются бессердечными. Система с широких экранов предлагает тебе готовые шаблоны поведения в социуме. И большинство следует этому примеру, напяливая предложенную системой маску. И ты такой размышляешь, ну все же так делают, значит это правильно. Я пойду тусить в клубы и буду пить алкоголь, как все. И все закончится сексом с незнакомым тебе партнером в пьяном угаре в конце веселой вечеринки. И именно в этот момент происходит зачатие новой сущности, как последствия твоего безответственного проступка. И ты уже повлиял на здоровье будущего малыша, ибо был пьян в момент зачатия. А это не просто тело-аватар. Это многомерная чакральная энергетическая структура, которая также является частью единого сознания. Сразу же после рождения система обрывает связь младенца с матерью, обрезав пуповину. Ставятся несколько прививок, то есть вводят младенцу живых и мертвых вирусов для так называемой выработки иммунитета. А далее детям в школах прошивают ложные постулаты мироустройства, которые когда-то были навязаны темными учителями для увода в сторону от истинного положения вещей. И в процессе школьного образования с детей идет постоянная откачка потенциала творца и загрузка ненужного в жизни хлама. Лишь бы не занимались творчеством, и юные дарования слепо следуют за пастырями, которым поверили, не понимая, что их ведут на корм ментальным паразитам нашей игры. После школы система говорит тебе, пора служить отечеству, а потом учит тебя тому, как правильно надо убивать себе подобных. А далее это плавно переходит от теории к практике, и брат идет на брата с автоматом, а к матерям приезжают цинковые гробы. Но обе воюющие стороны спонсируются одними и теми же персонажами, их руки по локоть в крови, но при этом они занимаются благотворительностью. И они просто ангелочки с крылышками, об этом нам вещают говорящие головы со всех экранов, а в уши им дуют программисты твоей реальности, находящиеся в тени. С экранов тебе показывают разратное поведение звезд шоу-бизнеса как норму, но все эти персонажи манипулируемы из тени и на глазах их слезы. А люди поклоняются им как идолам, находящимся на коротком поводке у теневых кукловодов игры. Все сценарии фильмов также продиктованы дирижерами, стоящими в тени. А если ты не такой как все, то тебя будут высмеивать, ведь тебя не интересуют регалии системы и навязанные ею же ценности. Ты уже давно живешь в виртуальной реальности собственных гаджетов под маской своего ника. Присвоение тебе системы цифрового кода уже давным-давно выполнено, и ни из каких кэшей его не удалить. И ты уже и есть винтик системы, не способный различать грань между реальностью и вымыслом. В то время как папа с мамой играют в бродилки и стрелялки, сидя на диване, их детки с пустыми глазами ломают соседским конечности и откусывают уши. Как можно чаще выкладывай фоточки себя любимой и лайкой, и кликай без остановки, не думая о воспитании своих отпрысков. И губки делай бантиком, вот так бантиком. Покупай новые шмотки как хочет система, будь мясом, будь как все, будь потребителем, излучай низкочастотную энергию. Посмотри какой ты должна стать, когда вырастешь, чтобы у самцов от твоего вида текли слюни, а в голове была лишь похоть. Но при этом у тебя не будет сердца. А ты, парень, непременно должен стать накаченным, как эти атлеты. И при этом обязательно принимай стероиды и белки для набора мышечной массы. Каждый персонаж игры всячески старается обратить на себя любимого внимания окружающих. И сам того не замечая, уже давно освинел. Потребляй в пищу трупы животных и деградируй до уровня животного инстинкта. У системы есть для тебя генно-модифицированные продукты. И именно только такие продукты просто обязан потреблять послушный раб. Чтобы быть всегда вполне нездоровым. А у системы всегда найдутся для тебя больничные койки и вкусные лекарства. Созданные в тайном договоре между хозяевами денег и фармацевтическими компаниями. Ты главное кушай побольше вкусных таблеток. И обязательно с детства корми ими своих детей, молодая мама. И все непременно слушай специалистов с регалиями и градусами посвящений. Которые поменяли на золото и Нобелевскую премию собственную душу. Переступив через жизни людей и позабыв проклятву Гиппократа. А в высших эшелонах власти нет совести. Там одной рукой подписывают договор, а другой тут же вытаскивают из кармана партнера его имущество. Начальник пожирает своих подчиненных. Деньги из пенсионных фондов уходят на финансирование войн. А прибыль от наркотрафика уходит все в те же руки. На этом отмываются колоссальные суммы. У них столько денег, что тебе и не снилось. Но они все равно выгребают последние гроши в виде налогов и штрафов из карманов спящего населения игры. А сами потом ржут над тобой, как ты повелся на их хитроумные многоходовки. Они показывают тебе ложную цель и ты слепо ползешь на коленях за зелеными фантиками, как тот ослик за сладкой морковкой. Ради прибыли уничтожаются природные ресурсы. И они здесь, конечно же, ни при чем. Ради нефти уничтожаются целые народы. Но об этом тишина. И тех, кто раскрывает рот, система упекает в клетку. За все давно заплаченное из сундуков с золотом. Человек в этой игре с детства раб в ошейнике. Раб лампы под названием социум. А тем временем система продолжает тебе транслировать со всех экранов расфуфыренных знаменитостей, обвешанных блестящими цацками. Как эталон поведения. Или скандалы и грязное белье тех же самых знаменитостей. В эфире всегда негативные сценарии. Люди закрывают друг другу рты, не давая высказаться. А на ток-шоу говорят лишь те, кому позволено говорить в эфире. И лишь то, что запланировано заранее. Человек превращается в биоробота, управляемого теми, кто остается в тени. А говорящие головы, сидя на черепах, продолжают вливать в уши слепому стаду сладкую чушь. Меняются правители, но не меняется система. Различные адепты спорят с пеной у рта друг с другом, Доказывая, чья ловушка загадочный. Остравливают их все те же серые кукловоды игры, которые остаются в тени. Система подкинет слепым родителям наркотики, Чтобы потом на законных основаниях лишить тебя родительских прав и забрать себе твоих детей. Тебя все время будут пугать терроризмом и пандемиями, Чтобы соединить тебя в одно целое с твоим гаджетом. И ты уже не сможешь без него жить. Но только тихо, никому не рассказывая о том, что узнал сегодня из этой сказки на ночь. Продолжай быть винтиком системы и питай своей энергией в верхушку той паразитической пирамиды, На которой присосались несколько темных сущностей, кащеев, пекельных миров, На которых и работает вся оккупационно-колониальная система нашей игры. И ты тоже являешься частью этой системы. Даже если у тебя есть семья и ложные ценности, Которые развалятся, как карточный домик после того, как ты проснешься, И поймешь, как оно все устроено на самом деле. И вспомнишь, откуда ты пришел. Когда в сердцах начнут расцветать цветы, И король окажется голый, И слетят все маски с лиц, А деньги потеряют всяческую ценность. И наконец-то человек станет самим собой, И поймет, где выход из этой игры, Из этого колеса сансары. А выход у нас один, Вверх по тонкому канату, По золотому пути духовного просветления. Тебе лишь нужно очистить свое человеческое сознание, От подселенных чужеродных сознаний. Убить в себе дракона, Распознать свой рептильный мозг. И тогда ты поймешь, Кто ты есть на самом деле. Ведь ты, бесконечное, вечное сознание, Испытывающее очередное приключение, В этом воплощении, в этой игре, Для того, чтобы получить незабываемый опыт, И принести его обратно туда, Откуда ты пришел. В центр, где рождаются живатмы. И только лишь вместе мужчина и женщина Являются цельным монолитом энергии созидания и творения. А по отдельности это всего лишь две половинки. Оберегайте свои родовые корни и ветви. Взращивайте свои родовые древа. Передавайте накопленный опыт потомкам рода. Да будет так, да так и есть. Аз есмь.